Всем привет! С вами на связи Валентина Хекман. Иду по направлению к парку. Только что заходила в продовольственный магазин. У меня чисто так даже не столько мне продукты нужны были, сколько сравнить ситуацию по сравнению с вчерашней, позавчерашней. И, конечно же, разница огромная. Если позавчера еще стояли очереди в магазинах, покупали люди. Вчера народу было поменьше, и полки полупустые. Вот сегодня на полках практически все есть, а людей почти что в магазинах нет. И стоит на расстоянии метки, такие пометки стоят. Вот в магазине не стала снимать. Стоят такие пометки с желтым квадратиком, обштанд 2 метр. То есть расстояние друг от друга держать 2 метра. Перед кассами стоят такие как бы стойки. И на этих стойках намотана лента прозрачная. Люди деньги подают под этой лентой. А лента на уровне лиц, чтобы если вдруг кто-то чихнет или кошельнет, чтобы напрямую не попадала на продавца. Вчера этого еще не было. И сегодня перед входом в магазин стоят уже охранники. Спрашивают каждого, куда идут. Я сказала, что я в магазин иду, в Реве, в продовольственные. То есть, значит, проходи. Все остальные магазины, ну там целая серия магазинов. Один из них продовольственный, Реве, а остальные все промтоварные. Все промтоварные магазины закрыты абсолютно. Только один магазин там шоколад продают, различные конфеты шоколадные. Он открыт. Киоск работает. Не киоск, а так стоечка стоит, где постоянно свежие фрукты продают. Вот. И продовольственный магазин. То есть, продовольственные работают, парикмахерские работают. Работают аптеки. Ну и где овощи и фрукты. Все. Остальное все закрыто. Единственное, еще зашла в аптеку, спросила просто из любопытства. Есть ли у них дезинфицирующее средство. Сказали, уже больше недели нет. И когда будет поставка, неизвестно. Ну и начала она мне объяснять, что типа, ну зачем вам дезинфицирующее средство. Неизвестно, насколько оно еще помогает. Вот, берите мыло, мойте руки мылом и будет достаточно. Я говорю, ну про мыло я достаточно знаю, спасибо. И разошлись. Вот таким образом. Это обстановка на данный момент в нашем городе Бохум, Германия. За все города не могу говорить. Мне тут прислали видео такое, что в каком-то из городов Германии там едет пожарная и на все объявляет, что Ахтунка, Ахтунка, оставайтесь дома, никуда не выходите. Возможно, где-то такое и есть. Но у нас, мы живем в центре города, если бы такое было, я бы услышала. Такого у нас объявления не было точно на данный момент пока. Ну, во всяком случае, лучше, конечно, меры предосторожности соблюдать. А там, как говорится, все мы под Богом ходим. Самое главное, иммунную систему держать крепкой. И оставайтесь здоровыми. И дай Бог, чтобы ваши семьи тоже были здоровыми. Всем всего доброго. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.